Благовестие – это битва за души, это непрекращающаяся война. И я знаю, что есть многогранная благодать спасения и многообразные методы благовестия, в которые вы вовлечены. В частности, это благовестие в зонах, которые вы совершаете. Расскажите об этом направлении. Я ещё когда находился в Новокузнецке, у меня было желание, ну, благовествовал ещё с 89-го года, я благовествовал наркоманам. Но у меня было желание не только этим людям или пьяницам ко мне приходили, но как-то достичь осужденных. Потому что среди этих наркоманов и пьяниц были тоже немало осужденных. Я пришёл в зону, вернее, в тюрьму пришёл, в Новокузнецкую тюрьму. Попытался туда пройти. Это были 90-е годы. Всех запускали, меня не запустили. Я думал, молился об этом. Как, Господи, как достичь? И как раз в то время, это был 99-й год, меня Господь позвал в Горную Шорию. Но когда я переехал в Горную Шорию, в 91-й год, когда я там обустроился с семьёй, ко мне пришло письмо из зоны, из местной зоны Шерегерской колонии особого режима. Нет, там был особый режим и строгий режим. От Володи Истомина. Я принял это письмо как за зов магедонянина. «Приди и помоги нам». Конкретно было такое, вот «Приди, обязательно приди, я хочу с тобой поговорить». Я услышал, что ты приехал на служение, хочу с тобой поговорить. И я иду туда, договариваюсь с начальством. Ему положена свиданка была, такая краткосрочная, через стекло мы с ним поговорили. У него был срок, по-моему, 12 лет тогда. Да, и это первые осужденные, которые в зоне, вот первый раз я имел общение. После, впоследствии он освободился, он там покаялся в зоне, освободился. И вышел на свободу и снова начал грешить. Ну, там все тяжкие. И когда я приезжал в Прокопьевск, он в Прокопьевске был, жил, то я на Братске. И вот как-то сердце влекло к нему. И перед Братским, допустим, я еду заранее, еду, с ним пообщаюсь, переночую у него. Вижу, как он грешит, все вижу. Ну, так просто сердце влекло общаться. И несколько лет мы так общались. И потом он пожелал прийти в Братский дом. И год побыл там, принял крещение и стал братом. Сегодня у него 9 детей живет у нас в семейном доме. Я думаю, что 10-й еще будет. Проходит какое-то время. У меня желание было посещать колонию. Вот этого строгого, ну и особого режима. Сделал пропуск. Удивительно, Господь пошел навстречу начальству. Дало мне, не было у меня никаких документов, ничего. Дало мне возможность проходить зону. И каждую неделю я туда проходил, после собрания еду, иду пешком там, и проводил беседы с осужденными. Человек 10-15 собиралось постоянно. Они слушали Слово Божие, и были те, которые приближались к Богу, но потом, выходя, уходили от Бога. И погибали. Кто-то из них уже умер. Но нашелся в третьем году один человек. Его звали Володя тоже. Только Кунесин фамилия. Ему было 50 лет, он отсидел 25 лет уже за плечами. И он уже был у харизматов, уже языка имел. И не знал истины тоже. Как, что, как, где. Сердце, видать, тоже у него было не на месте. Когда мы с ним встретились, он как раз вот этот вопрос насчет языков у него стоял ребром. Он меня спрашивает, я ему объяснил. И я ему предложил помолиться с отречением от языков. Он согласился. А сам молился Богу. Если это, ну, не от Бога эти языки, то пусть они меня оставят. После молитвы с Фиопентом. Так он молился. Когда мы помолились с отречением, эти языки больше его не тревожили по сей день. Он пришел после зоны к нам, месяца два у нас пожил. Потом, говорит, я поеду в Кемерово. Там у меня квартира. Эту квартиру я попытаюсь взять. Я говорю, Володя, 25 лет ты сидел в этих зонах. Тебе 46 лет. 21 год всего на свободе от дня рождения. Ты больше сидел, чем... И какая там квартира? Ну, от матери, мать давно уже померла. Не езжай, поехал. Приезжает неделю через две. Говорит, открываю дверь, где квартира, там уже какая-то женщина. Вот на цепочке дверь открывает. Вы кто? Я вот такой-то. У нас сразу телефон звонит. Приезжают ребята, садят его в машину. Повезли на кладбище. Предлагают ему там несколько выкопанных свежих квартир. Ну, и он отказался туда ложиться. Я говорю, слава Богу. Слава Богу. Итак, Господь его благословил. Крещение принял. Хотя он там, у Харизмата, принимал крещение в зоне. Но он пожелал принять крещение, потому что, говорит, я был в заблуждении. И стал братом, и женился. Сегодня у него сын. Он здесь, в Белгородской области, живет. Сейчас, как бы, ответственный за группочку там, возле границы с Украиной. Начальство стало мне немножко ставить препятствия в зоне. Каким образом? Стали подсылать каких-то осужденных, когда я провожу собрание. Я там шесть лет проводил собрание. Каждую неделю. Подходит один, и что-то мне шепчет на ухо. А тут стоит начальник, который там же проверяющий, смотрит. И он при нем, как бы, хочет мне что-то там сказать, чтобы я что-то передал на волю, там еще какую-то, и записку сует. Я в этот момент говорю громко, пред начальником, чтобы он слышал. Я говорю, вот начальник, все вопросы к нему. Начальник смотрит косым взглядом. И вот так было несколько раз. Когда они увидели начальство, что, ну, как бы, на эти уловки я не поддаюсь, они просто силовыми методами, значит, у меня был постоянный пропуск. Они забирают этот пропуск. И сказали мне, что больше я туда в зону не пройду, потому что у меня нету официальных документов. И это случилось именно тогда, когда стали приходить регистрированные. Приезжать там-то, что говорит, нет регистрированных, приезжать с Новокузнецка. То есть, получилось так, что есть баптисты регистрированные, есть нерегистрированные. Зачем нам не регистрированы, когда есть регистрированные? Харизматы там, писятники ходили. Ходили, они как бы разрешали нам и им. Ну, потому что названия разные. А здесь название одно, мы не нужны. И еще вмешалась в этот вопрос ФСБ, об этом мне стало известно. В отделе кадров работала женщина, ну, девушка, молодая женщина, которая проговорилась и сказала, что это работники ФСБ. Я попытался сделать документы. Открыл фонд, благотворительный фонд, Путь спасения назывался. Вот с этим Володей Кунесиным мы уже вместе тут работали. Он получился у меня секретарь, я как председатель этого фонда. И на какое-то время нас снова пустили, уже по этим документам. А потом снова силовыми методами нас оттуда попросили. Но, Бог делает лучше. Через этот фонд мы стали проходить в Краслак. Красноярские лагеря, 16 колоний. То была одна колония, теперь 16 столов. Удивительным образом, вопреки всем усилиям КГБ или ФСБ, там в Красноярске генерал, который всем этим руководит, он дал добро, с ним братья побеседовали. Братья, которые были осуждены, раньше стали братьями. Вот. Они побеседовали, и он дал добро. И вот по этому фонду мы проходили лет 10 туда, в эти колонии. За это время, по Краслагу, сколько мы там были, три брата стали серьезными братьями сегодня. Это Саша Крылов, это Миша Соловьев. Он сегодня ответственный за Кызыльскую церковь. У них и семьи, и у всех. И еще брат Вадим в Новосибирске. Еще один, который покаялся, принял крещение, но сегодня он в Абакане отлученный. Думаю, что он восстановится. То есть, получается, вот 3-4 человека, которые за это время уверовали. Не так густо, но мы рады, что это семьи, что это братья, и благословение есть. То есть, конкретно через служение с осужденными, получается, у нас получилось, можно сказать, 6 братьев. Ваша специфика служения – это служение среди отверженных. Вот расскажите о том, как Бог вас вел к этой категории лиц. Сначала я себя как бы опробовал в различных сферах. То есть, нормальным людям проповедовалось. Тогда не было еще газет, трактаты раздавали. Мы с женой стояли с библиотекой. С библиотекой, сколько мы стояли, уверовала Наташа. Ее называли раньше Наташа неверующая, потом она стала верующая. До сегодняшнего дня она член церкви давно уже. Но это было начало 90-х годов. Дальше я пробовал себя в библиотеке государственной. Тоже одна сестра уверовала, стала сестрой. А потом опять тишина. Дальше проповеды никого нет. То есть, там начинаю. Начало есть, кто-то уверовал, потом стихает. Есть, потом стихает. В школах благовествовали. Тоже учительница одна уверовала. В детских домах благовествовали. Там есть тоже сегодня, которые стали членами церкви. Но вот в больнице, и там тоже была член церкви, уже умерла сестра. Вот так как-то везде опробовали себя, везде пытались. И везде как бы вначале получается, а дальше тишина. Время идет, никого. И вот была такая мысль всегда. Господи, ну, что бы такое, где бы такой взять невод, в какой бы заводе его бросить, чтобы рыбка ловилась. И причем, чтобы ловилась постоянно. А не так, что одна рыбка выловила, и все, и два года, три года никого нет. Хотелось так. В 88-м году, когда мы переехали в Байдаевку, из Бунгурской церкви этого Новокузнецка, я встретился с братом Сережей Дюк. Или тогда фамилия у него была Бадаев. Он поменял фамилию. Мы с ним начали благовествовать. Благовествовать просто от сердца к сердцу людям. Даже вот находили людей, которые слушали бы слово, которые могли бы приехать. Даже вот сюда, в Псковскую область, приезжали и отсюда, с Порховым, и одну женщину, можно сказать, выдернули с этого мира. И она уверовала по сей день, она член церкви, Люба. И благодарна Богу за это. И другие были моменты, где вот так. А потом Сережа говорит, а у меня есть родственники. Они находятся в Красноярском крае, на севере Красноярского края. Давай съездим к ним. Поехали. И он как раз там машину хотел им пригнать, ну, Жигули копейку тогда. Привезли им, помог машину пригнать. Познакомился с родственниками, наркоманы. И вот они слушают. Молодые в основном, ну, по 30 лет меньше. Слушают, собрались, слушают. Потом, как они уже признавались, когда уже они уверовали, говорят, вы там говорите, что-то поете, а у нас все в мыслях там, сейчас там это, конопляные поля, сейчас они не закончат. Ну, надо же как-то послушать, все, закончат, пойдем. Там они как-то бегают по полям, там что-то собирают на себя. Какую-то пыльцу, что-то делают там. Ну, как они готовят свое это зелье. Ну, в мыслях, ну, сейчас послушаем, дальше пойдем. И продолжалось это все дело. Сережа уехал в Германию. А у меня сердце было не на месте. Я к ним туда приезжал. И даже без него. И с ними продолжал общение. Потом, в какой-то момент, мне приходит письмо. Сотовых телефонов еще не было. Приходит письмо от одного из них, от Анатолия. Я, говорит, покаялся. Где ты покаялся? Ездил сюда, в Брест. И был в собрании. И проповедовал в собрании Геннадий Константинович Крючков. И я покаялся. Говорит, приезжай, ждем как Бога. А я так читаю, думаю, ну, если бы Бога ждали как Бога, ну, меня ждут как Бога. И, ну, все равно, конечно, поехал туда. И вот уже вижу, что действительно Бог начал работать там. Значит, результат какой, что в этой деревне Малкас называлось, это Чуваши, братья были, стали Чуваши. Ну, стали братья, были Чуваши. Малкас по-чувашски означает «малая улица». Там действительно небольшая улица, вся деревня. И вот они один за другим стали каяться, обращаться к Богу. И крещение приняли восемь человек. Из этих восьми человек остались верными Богу, ну, наверное, трое, может быть, четверо. Ну, сейчас трудно, как бы, кто-то вот так вот охладел, но в основном трое. Семья Димы Косоротова сегодня у него 10-9 детей. Наташа и еще там Витя Рыбаков. Ну, в общем, есть, которые остались. Другие отступили. И у меня больше как бы загорелось сердце вот этим людям. Я понял, что среди этих людей можно проводить работу, и они один за другим вот как-то вот слушают, оставляют грех, обращаются, кто-то падает. Ну, и какое-то движение есть. А те, которые, вот как притча Христос говорит, вот достойные, они оказываются недостойными. Было как-то мусульманину одному благовестовал тоже. Вот просто пришел ботинки ремонтировать. Вот смотрю, сидит усатый азербайджанец Магомед. Пока мы беседовали, пока мне делал там замочек на ботинке, сколько ему мог ему засвидетельствовать. Сколько таким людям свидетельствовал, ничего как бы не было. А тут раз уверовал, теперь он давно уже проповедник, и брат служит Богу. Еще были там определенные моменты, где Господь давал такие просто… Ну, я думаю, что это как Бог давал мне лично, как радость такую, что не зря ты проповедуешь. Вот, допустим, вешал объявление. Объявление повесил, приглашаем на собрание. По всему городу развешивал объявление, никого, ничего. Тут еще раз повесил объявление. Смотрю, женщина идет, прям такая разгневанная, следом за мной, сдирает его гневно так, бросает в урну. У меня аж все внутри опустилось так. Думаю, что я зря, наверное, это все. И вы знаете, на следующее воскресенье Бог опять дает мне вот такую радость. Приходит брат, ну, приходит человек. Я по объявлению. Уверовал, стал братом, и проповедником много лет был, в церковном совете был, в Байдаевке. Ну, то есть, вот, Бог как-то давал вот эту радость, да. Но больше все-таки Бог показывал, что вот среди вот этих людей, наркоманы, пьяницы, есть люди, которые можно черпать, как бы вот этот вот заводь такой, откуда можно ловить рыбешку. И приходили ко мне, и ночевали, и так дальше. И вот, когда уже приехал я в Таштагул, мы приехали, были такие моменты, когда я благовествовал Слово Божие просто, ну, в палатке, допустим, проповедую. Ну, так, ну, людей слушают, но никто не приходит. Опять, еще в другое там поселок, в городах благовествовали. Ну, как бы все эти закидываю, рыбы нет. И так, примерно около семи лет у меня было, когда я находился в Байдаевке. Вернее, не в Байдаевке, в Таштаголе уже. Примерно до седьмого года, ну, все эти закидывал пусто, закидываю пусто. А закидывал постоянно. И даже бывало так. Допустим, вышел я в огород к себе весной, это еще в Новокузнецке. Смотрю, палисадник, ну, такие штакетники, и туда просовываются руки, чьи-то руки, и что-то садят. У меня в моем огороде кто-то садит, что-то садит. У меня мысли были заняты там, как огород там, вот, пахать там, что. И я что-то забыл даже про это, не обратил внимания. Ну, садят, садят. А потом осень наступает, ближе к осени, и я снова выхожу в огород, и смотрю, эти же руки собирают урожай. В моем огороде. То есть, они посадили, теперь они что-то собирают. И тогда я уже обратил внимание, я выхожу за калитку, смотрю, кружком сидят наркоманы. И они уже все такие хорошие, там, девушки, парни, там, вот. Я пытался с ними о чем-то поговорить, вижу, там бесполезно о чем-то разговаривать. Одному наркоману подхожу, говорю, там, о Христе что-то, он говорит, у меня завтра загранпоездка. Ну, он уже в отъезде. И другой момент, допустим, было у нас благовестие палаточное, ночью приходят вот эти никодимы ночные. Вот он приходит, наркоман, помоги мне. Я говорю, ну, чем тебе помочь? А у него глаза вот всякие такие, ну, уже ничего не соображающие, одно слово, помоги мне. Я вижу, что ему ломки, ему тяжело. Вот, я говорю, знаешь что, давай я тебе Библию дам, прочитаешь все. Да нет, ты мне помоги. Я понимаю, что Библия бесполезна ему, он не будет читать, им надо отойти как-то. Я ему говорю, ну, давай приходи в дом молитвы. Он говорит, да ты мне помоги. Потом говорит, привяжи меня к себе цепями. И тут до меня начинает доходить, что этим людям надо что-то больше сделать, чем просто дать Библию или пригласить на собрание. Действительно, надо как-то привязать цепями. Надо что-то дать им. Надо куда-то их позвать, где они могли бы отойти от этого, а потом дальше, может быть, читать Слово Божие. И я начал молиться. Лет 10 я молился об этом, чтобы Бог как-то открыл возможность им благовествовать. Потому что тем, которые в начале 90-х, вот больше половины ушло. Не было у них места, куда бы им прийти. И вот в 2007 году, в начале, я даже в конце 2006 года, Бог начал конкретно в этом вопросе мне помогать. То есть открывать. Я даже не предполагал, что Бог будет так отвечать. Ну, первый вопрос, который был, ну, я понимал, что надо какой-то дом. Как построить дом? Ну, свой дом я построил, все. На Кузнецке построил, продал, в Таштагул переехал, там дом у меня, ну, это мой дом. А тут нужны средства для этого. А средства, чтобы иметь, нужно, ну, какой-то, ну, где-то источник какой-то. Как? Вот я сам никогда на содержании не был. Церковно, хотя бы миссионерское было служение. И я не знал как, просто молился об этом. И вот однажды нам несколько уже лет подряд, Тулеев, это был губернатор Кемеровской области. Он даже в свое время баллотировался на президента у нас в России. Он выделял многодетным по Кемеровской области определенные посылочки на 200 рублей каждый. То есть, там пакетик, и там написано, там Амана Гумировича, многодетной семье. Я вот спрашиваю своей жены, я говорю, Леночка, мы благодарили Амана Гумировича за эти посылочки. Каждый месяц, ну, там на 200 рублей, ну, что там, там нашей многодетной семье, там, ну, один раз поесть, и все. Там бутылка подсолнечного масла, пачка печенья и консерва. Может, еще что-то там. А, ну, за подарки надо благодарить. Конечно. Она говорит, мы благодарим Бога. Я говорю, ну, да, мы-то Бога благодарим. Ну, представь себе, вот, я тебе что-то принесу, ты скажешь, слава Богу, ну, а мне ничего не скажешь. Ну, тоже как-то не совсем. И вот у братьев спрашиваю, которые даже братья-служители, тоже многодетные. Я говорю, вы благодарили Амана Гумировича? Нет, не благодарили. Я говорю, ну, хорошо, ладно, а я буду благодарить. И написал письмо. Уважаемый Аман Гумирович, мы вас сердечно благодарим за посылки, которые вы нам присылаете каждый месяц. Вот, все очень хорошо и вкусно. Мы благодарим Бога за вас. Желаем вам обратиться ко Христу, покаяться в своих грехах и получить жизнь вечную. Ну, примерно так. Я отправил это письмо в Кемерово. Через месяц звонок явиться завтра в приемную Тулеева, приемную губернатора. Она у нас есть, там, приемная и в Таштаголе. У него в каждом городе своя приемная. Я являюсь большой зал, стол стоит, женщина сидит. Тут с одной стороны женщина, а там тоже другая. А по обе стороны стола стоят автоматчики с автоматами. Вы, Сальников, вы писали письмо Аману Гумировичу, я писал. Ну, вот, пойдите, распишитесь. Я как-то в годы гонения привык не расписываться ни в каких вещах. А тут думаю, как расписываться. Вот, в чем расписываться? Они говорят, ну, в том, что это ваше письмо. Ну, смотрю точно мой почерк, мое письмо. Ну, почему же не расписываться? Ну, это мое письмо. Ну, вот, Аман Гумирович решил вам выделить за вашу благодарность 15 тысяч рублей. Ну, тогда это было хорошо. Это много было. Это уже, сколько же, 16 лет прошло. Распишитесь в получении. Писался. Прихожу домой, говорю, Леночка, вот, 15 тысяч рублей. Я говорю, ну, мы еще раз будем благодарить за эти 15 тысяч рублей? Ну, теперь, конечно, будем. Я говорю, ну, хорошо, давай напишем. И пишу письмо. Уважаемый Аман Гумирович, мы получили 15 тысяч рублей, сердечно вас благодарим. И желаем вам все-таки покаяться в своих грехах и обратиться к Богу живому. Отправил письмо. Проходит месяц, опять приемную Тулеева, вот, и опять автоматчики, и, ну, уже 30 тысяч рублей. Ну, кстати, тогда он решил уже не только нашей семье выделить, и другим еще каким-то многодетным семьям. 30 тысяч, распишитесь, расписался. Теперь я уже вошел во вкус. Ну, да, значит, 15 плюс 30, 45, потом коровку мы зарезали, и где-то 60, там, 5 тысяч мы набрали. И как раз нужно было мне, это весна уже настала, нужно было мне покупать сено, не хватило сена, и по объявлению я пришел, чтобы покупать сено. А хозяюшка говорит, ну, сено ты у нас купил, может быть, дом возьмешь к сену? Сено ты взял, может, дом возьмешь к сену? Я говорю, ну, сколько он стоит? Ну, вот, там, 65 тысяч. А у меня как раз мы набрали 65 тысяч. Я так прикинул, думаю, да, дом-то хороший, и участок 30 соток. И я еще своим глазком так прикинул, продают женщины этот дом, мать и дочь, и они не понимают, что продают. То есть, они продают за 65 тысяч, дом старенький, там, вообще, там, ну, братья говорили, этому дому требуется бульдозер. Ну, чтобы его снести, и все. Вот, но, из этого дома мы сделали дом, сейчас, по сей день он там работает, там семья живет, семейный дом. На территории этого дома стоял сруб, с которого мы сделали потом братский дом. На территории этого дома лежало очень много бревен, которые, с которых потом мы выбрали хорошие бревна, и еще сделали трехэтажный, сейчас братский дом. И еще там где-то один или два дома, в общем, мы построили из этих бревен еще и семейные дома сегодня, сестринский дом есть. И топили гнилых, которые еще гнилые, там, подгнившие бревна, еще года три топили еще. А получилось так, что муж этой хозяйки, он был очень такой сильный мужчина, но злой матершинник, и как пчелка он работал, работал, работал. И я как понимаю, Бог ему приказал ходить в лес зимой, хотя снегу много, валить там бревна и таскать их, и таскать, и таскать. Сделал такие длинные сани, на себе их таскал, вот как лошадь он работал. И таскал эти бревна, и таскал. Они ему говорили, отец, зачем тебе это надо? Он их всех подальше посылал, не мешайте мне, и работал. До семидесяти лет он работал, эти бревна все стаскивал. А потом залез на крышу скидывать снег, там снегу много, и сердце прихватило, и он кубарем скатился, и скончался. Они его схоронили, потом дом продавали. И вот как раз к этому моменту Бог нам дал вот эти все материалы, эту площадь, с которых сегодня два участка 30 соток, мы там и братский дом, и вот отсюда у нас началось движение братского дома. И в общем-то мы принимаем всех людей туда, и простые люди приходят, просто он без всяких проблем, но хочет пожить, стать братом. Почему называем братский дом, сестринский дом потом у нас стал? Потому что мы желаем, чтобы эти люди стали братьями и сестрами. Репцентр это название другое и подразумевает немножко другое направление. Реабилитироваться от чего-то. То есть я был наркоманом, стал нормальным мирским человеком. У нас нет этой цели. Или кто-то был наркоманом, перешел на пиво. Цели этой нет. У нас есть цель, чтобы он стал братом, поэтому называется братский дом. Можно уточнить сразу статистику? За эти годы сколько людей прошли через ваш братский дом? За 15 лет через братский и сестринский дом прошло около полторы тысячи. Сколько из полутора тысяч людей прилепились к Иисусу Христу и стали нашими братьями и сестрами, членами церкви? Около сорока человек. Есть которые немножко так желание остается, чтобы они как-то ревностнее были. Есть которые такие слабенькие. слабенькие. Ну а так может быть которые твердо можно сказать братья, сестры это 30 человек то есть вот так. Которые в нашей церкви, в других церквях образовали семьи. Через сестринский дом семь сестер стали членами церкви и шесть из них они замуж вышли. Через братский дом может быть человек 15 которые семьи образовали тоже. Есть которые у нас живут построились вокруг молитвенного дома сегодняшний день у нас я так насчитывал около 25 домов которые построились. Когда приехал в Таштагол то там приходилось и первым и в заключении говорить проповедь бывало. А теперь я очереди свои жду. Ну братья есть так. Когда вы приехали сколько там было членов церкви? Было около 30 человек но это были бабушки и из которых вы половину отлучили за пьянство. Да ну не только там за пьянство и другие пришлось так. А сегодня сколько у вас членов церкви в Таштаголе? Сегодня 65 вот так. То есть церковь постепенно наполняется людьми из мира? Ну из мира есть и есть верующих там семья вот Сидоровых есть ну в основном из тех которые были где-то в братском доме пришли. У вас каждый год крещения? Да каждый год крещения да но из братского дома принимают крещение ну за 15 лет у нас получается что два года было пролетных где не принимали крещение из братского дома но зато другие года бывало что два раза крестили один год даже было три раза крестили ну то есть человек если не готов мы ждем там на осень оставляем даже лед разгребаем крестим можно просто сразу обратно братские дома это убыточные предприятия где вы берете финансы для того чтобы содержать полторы тысячи человек и кормить их с церкви мы в общем-то никогда не брали на содержание братского дома или даже на строительство один раз я выпросил у братьев с сибирского объединения выделили 15 тысяч и все и все а так ну бывает господь кого-то располагает севера брат Володя Мамонтов говорит иди получай деньги получаю 20 тысяч перечислил просто ну видишь что здесь идет служение другой раз привозит мне Павел Егорыч откуда 100 тысяч откуда да вот города выксы там передали друзья я звоню пресвитер я говорю вы зачем мне 100 тысяч передали вы меня знаете нет не знаю а зачем вы мне ну так вот решили вот господь расположил сердце кого-то вот бывает волос что из Германии кто-то переслал ну в основном это на строительство на новых домов дальше а на содержание братского дома они сами как-то вот работают я сажаю картошки полгектара Новокузнецки за 200 километров мы ездим потому что в Таштаголе в Горной Швари она растет очень плохо там мы садим привозим большой погреб как овощехранилище такое хватает нам детям внукам и братскому дому и сестринскому сейчас еще и семейным домам даем то есть всем хватает бывало даже так что всей церкви предлагали у нас остается картошка пожалуйста берите или морковка вот сейчас предлагаем всей церкви пожалуйста берите можете рассказать несколько историй где видна яркая благодеющая рука Бога вот в этом служении где вы видели что Бог благоволит к вам вот вот именно в строительстве ясно видно Божья помощь строительстве домов то есть сейчас у нас семейных домов получается семь последний сейчас строим еще достраиваем зал торжеств братский дом есть сестринский дом есть но строить их приходилось как вы я уже говорил я стараюсь без долгов чтобы долгов не было в кредиты не залазю ни в какие и как говорится ножки растягиваю по одежке то есть сколько есть начинаю строить вот один дом где сейчас Володя Истомин живет двухэтажный 10 на 11 я начинал строить с одного мешка цемента у меня больше ничего не было один мешок цемента и на опалубку старые доски я сделал эти опалубку привез еще я мантом 30 тонн щебня чтобы заливать этот окаренок лопату начал заливать один мешок залил и надо идти на собрание в пятницу прихожу на собрание после собрания ночую в субботу утром мне звонок брат один говорит у меня 11 мешков цемента возьмешь конечно возьму и вот так на протяжении уже многих лет ну лет 20 наверное я строю строю и строю ну еще до братского дома я свой дом там строил не было ни одного дня простоя ну чтобы у меня не было средств не было материалов и я работа встала вот такого не было это удивительно это это божья милость я вот братья кто-то говорят свидетельствуют а я скажу это я на личном опыте мне дети говорят папа это у тебя так все получается а у нас мол не так будет я говорю у вас тоже будет получаться если будете доверять Богу и вот так оно идет и идет или у меня кончились материалы и средства и теперь мне надо ехать допустим по зонам благовествовать то есть я еду на 10 дней приезжаю с благовестия появляются или средства или материалы дальше работаю дальше кончается это все надо опять куда-то там ехать или что-то делать или там сенокоз а это за это время опять появляется и опять то есть не дня простоя вот это удивительно через это служение люди приходят не только в нашу таштагольдскую церковь и она увеличивается они уезжают или даже может быть большинство из тех которые становятся братьями и сестрами они побыли в братском сестринском семейных домах и они уехали в другие города где они становятся членами церкви и учатся на библейских курсах и они пополняют другие церкви то есть мы не только как бы на себя работаем на свою церковь или на свою горную шорию а в других местах один человек пришел к нам его звали Сергей он находился в рабстве азербайджане держат рабство в кемеровской области возле самого города кемерово там у них три поселка где за колючей проволокой находятся люди которых они находят пьяниц или там наркоманов или бомжей которые видно что они могут еще работать такие более-менее в теле они их находят собирают кому-то кого-то обманывают что мы там дадим вам что-то кого-то просто по голове ударили и он очутился там а он искал где опохмелиться его по голове опохмелили и привезли туда и вот один из таковых был Сергей он приехал в братский дом он оттуда сбежал его вернули ребра поломали снова сбежал уже по снегу ушел и когда он пришел сначала какое-то время еще там занимался грехами и курил и выпивал потом пришло время когда он покаялся принял крещение стал братом сегодня у него семья жена ребенок мы благодарны Богу что есть такие люди которые обращаются к Богу есть некоторые переживания за такие семьи где-то бывают трудности сложности даже было такое что ночью звонят Апен Захарович приди помоги ну какие-то вопросы разрешить надо потому что ну из мира люди другие слава Богу хорошо вот была одна сестра женщина была в сестринском доме жила и даже на пианино умела играть и все и потом все-таки уехала из сестринского дома был в братском доме человек они друг друга как бы знали мы на общение собираемся вместе вечером а после общения расходимся ну сестринский братский дом и они друг друга знали ну потом поехали по своим делам по своей снова прежней жизни а потом пришли приняли крещение поженились сейчас у них четверо деток и так звонят иногда ну не в нашем городе живут но радует сердце и даже бывает так что я и не знаю и не слышу а он звонит Феопер Захарович я принял крещение слава Богу слава Богу ты там хорошо давай брат продолжает трудись для меня нет больше радости как слышать что наши так скажем дети ходят в истине когда ходят в истине когда ну трудности конечно бывают одна из этих трудностей это это поношение которое человек если он еще хочет грешить и он сочиняет какие-то поношения вот одна пришла в сестринский дом 23 года уже четвертого родила говорит Феопер Захарович я вот родила мне нужно сделать документы но она пьянствовала и документов никаких нету сделай документы ну согласен давай сделаем я говорю только давай договоримся что ты получишь средства и эти средства зароды ну там хорошие средства а раз документов нету значит мы будем платить ну какие-то штрафы и так дальше все это мы возместим и я на тебя же употреблю только не на твои грехи которые ну она еще не пришла к Богу понятно и вот я получаю 20 тысяч оформил все документы эти деньги я употребил на ее же у нее там и молока не было пришлось смеси покупать и и угля там купил и коляску детскую все купил и вот она на собрании вслух молится во всеуслышание господи Феопен Захарович все деньги у меня забрал я не знаю как жить дальше буду вот вот что скажешь вот доходит до вышестоящих братьев у меня на ковер что такое у людей деньги забираешь я говорю ну как вы хотели братья чтобы это она ну сделал ей документы деньги получила и пропила ну так же не пойдет я на нее употребил ну слава богу что ну и братья понятливые ей все-таки ну проходит все это нормально есть такие которые приехали в братский дом совершенно полностью он был можно сказать труп этот человек а потом ну Женя брат был даже скорую вызвал скорая не захотела идти потому что там надо было пешком идти проезда нету очень много снегу выпало не успевают городские власти прочищать там и пешком они не захотели идти говорит наркоман пусть помирает и прошло какое-то время значит он говорит можно я буду мастерочком работать а я смотрю там вообще вот дунешь он упадет я говорю какой мастерочек тебе надо ну в реанимацию нет давай мастерочек и вот дал ему мастерочек и вот он так вот сидел просто сидя посадили на ту вредочку вот так вот мазал мазал и смотришь стал стал нормальный человек и все это что у него было там он и больной там все болезни у него и ВИЧ и все все это Господь ну дал дал жизнь человеку дал жизнь но к сожалению не все это понимают и благодарят Бога как эти прокаженные на сегодняшний день допустим не каждый ходит на собрания или как бы пропускают собрания и допустим тем же которым надо надо проповедовать слово Божие говорю давайте и кто-то ну ты проповедуя я вот христианин сейчас я буду заниматься своими делами своей жизнью вот бывает такое Паша Кокорин сегодня семья он ответственный у нас за за семейные дома за поселок поселок христианских семейных домов у нас есть слава Богу целый год я с ним как бы мучился с тем что он ну курит надо же выдворять вот и жалко и все равно приходится как-то ну в общем братья помолитесь молились Господь дал свободу и сейчас он уже на курсах отучился и женился и ну крещение давно принял ответственный есть еще другие Женя брат тоже женился вот сейчас только в январе ему вообще бутылками голову все разбили а голову бутылки разбивали пьяница ну Господь помиловал дал ему жизнь спасение бывает приходят так вот прям пол лица вот сплошной синяк в сестринский дом пришла я говорю что с тобой делали женщины каблучками топтались на голове ну люди с разными судьбами приходят и Господь дает кому-то освобождение а кто-то уходит а есть те которые начинают поношение нести на братский дом и даже Господь лишает жизни в нашей в нашем списке умерших уже где-то около 20 человек которые умерли даже есть воскресшие один умер сказали умер я записал его в списке умерших смотрю появляется через несколько лет мне дети шепчут воскрес дай Бог чтобы воскрес духовно вы совершаете благовестие в детских домах в чем специфика этого служения в детских домах я думаю что ну и кроме меня совершают очень много служений есть братья которые Толя Майевский трудится вот для меня он большим примером служит чтобы вот постоянством этого служения Буллер Андрей ну где-то я с ними где-то я сам прихожу в детские дома ну так чтобы вот из детских домов чтобы люди приходили со всего служения которое братья совершают названные братья и я где-то им помогал по-моему только два человека которые стали членами церкви из Омского области остальные в общем они вырастают эти дети и куда-то уходят благовестие в кафе в кафе Костя сын у меня уже организовывал и в Прокопьевске было служение для цыган тоже вот с Янчиком Ян у нас это был самый молодой в братском доме был самый молодой постоялец 9 лет он пришел туда и потом он проходит время 9 лет уже прошло но после этого сейчас ему 18 лет он сейчас уже ответственный за благовестие в молодежи и он сейчас вот удивительно он так хорошо у него получается цыгане собрались там порядком собралось и они его слушают он говорит часть по-русски часть по-цыгански они его лучше слушают чем каких-то благовестников то есть своего цыгана вы сказали о том что любовь изобретательна и если любишь грешников найдешь методы с целью благовестия вы создали газету хорошие пристани это ваша инициатива да да газета это вот это второй номер а вот это первый номер вот это второй номер пока пока что два номера так и на кого она ориентирована и кто является целевой аудиторией этих газет ну вот в основном она и называется хорошие пристани потому что имеется ввиду смысл что хорошие пристани это вот пристанище для наркоманов осужденных бывших и так дальше вот приглашение в братские дома семейные дома вот это вот она несет в основном ориентирована на тех которые находятся в зонах наркоманов и других или или тех у которых есть эти люди ну родственники дети и так дальше вообще она началась с чего мы уже четыре года как организовали каждый год это в январе месяце у нас проходит за два дня перед конференцией благовестников проходят у нас семинары по работе с осужденным по переписке с осужденными и потом вот еще прошлый год у меня появилась эта мысль что будут хорошие пристани такую газету у нас есть брат который редактор этой газеты это Кузнецов Павел он был редактором мирской газеты раньше когда был в мире ну а сейчас он редактирует сейчас третий номер он готовит и если кто-то желает эти ну иметь эти газеты чтобы давать своим близким или еще кому-то то заявки нужно ему подавать есть здесь и адреса осужденных или еще каких-то людей которые в этом нуждаются и в общем-то есть сайт хорошей пристани на этом сайте можно просто находите сайты хорошей пристани ру и все и там еще поселковое благовестие городское благовестие в чем специфика поселковое в основном это такие поселки которые ну как поселок городского типа пусть он небольшой но там есть определенная площадь или центральное место где люди могут слушать слово божие там мы приходим объявление развешиваем приглашаем людей договариваемся с клубом или же возле клуба ставим палатку и если есть эта палатка или без палатки устанавливаем какие-то скамеечки и приглашаем людей вот такое благовестие ну как бы носит характер поселкового в городе такое как бы не совсем получается в городах таких как Новосибирск проводили не раз мы благовестие еще в других там городах в Каннске в Новокузнецке в Штаголь у нас это где-то в многолюдном месте но в основном там где люди более спокойные где люди суетные они даже не успевают газету схватить они бегут 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 быстрее надо бежать вот стараемся там где допустим парк и как-то в Новосибирске стояли в парке поем песни раздаем газеты нету народу они где-то сидят где-то там там далеко подходит Толя Маевский ну что как дела да я говорю народу нету молимся господи пошли народ смотрим толпы идут откуда взялись а это Господь послал и идут и с нами вместе поют и дирижирует по-русски стараются это китайцы вот они толпами идут ну то есть Бог где-то дает нам ну желание есть благовестное я скажу друзья что такие благовестия в основном это благовестия у вас свидетельства поселковые городские вот здесь в Москве мне нравится вот на станциях метро или еще где-то в электричках вот благовествуем хорошо благовествовать но это во свидетельство в основном люди с этих благовестий чтобы сразу пошел за тобою и пришел на собрание даже дашь ему адрес в основном они не приходят это семечко где-то когда-то прорастает наша задача вот через такие благовестия пригласить людей или на собрание что это реже получается или найти тех которые нуждаются в братском доме чтобы они пришли чтобы прийти в братский дом это тоже надо много усилий так скажем большое желание чтобы прийти не каждый бомж или там пьяница или наркоман идет туда в братский дом далеко не каждый а придя в братский дом далеко не каждый становится братом это примерно 2-3 процента которые приходят в братский дом становятся братьями и сестрами Фемен Захарович взгляд на будущее перспективы какие у вас есть переживания о чем болит сердце у меня переживания есть о том что молодежь наша христианская молодежь она занята больше своими вопросами и проблемами и мало заботится о душах то есть то что в мое сердце вложил Господь так хочется вложить в сердце молодых людей и не только молодых но и тех которые прошли даже через эти дома из них тоже определенный процент только те которые заботятся о таких же как они были то есть был он наркоманом стал христианином он об этом о них о таких же не заботится он уже свой дом имеет своя семья у него приходит другой наркоман который тоже в этом нуждается и некуда его поместить и я говорю возьми его прими его да ну ты что я не буду ты возьми позаботься я говорю тебя же господь помиловал но таких людей которые которые бы также заботились хотелось бы чтобы их было больше потому что ну я мне 60 лет я может быть господь скоро зовет вечность я не знаю сколько господь даст возможности а хотелось бы чтобы это дело продолжалось и радует сердце когда кто-то из детей моих или же из братского дома все-таки ну как-то заинтересовался этим служением приобретать души вот этот азарт рыбака хотелось бы чтобы он во многих верующих проводился можете ли вы рассказать короткие истории и жизни благословенных рыбаков с которыми вам почти следовало вместе трудиться на сибирских нивах Валентин Фот я его просил много раз это в 90-е годы вот поехали Валентин пожалуйста со мной в Малкосы это вот где уверовали наркоманы в Красноярском крае вот в начале 90-х годов некогда нет возможности занят там туда надо ехать туда надо ехать туда ну он действительно был занят и сколько я пытался об этом рассказать на братском общении но все как-то никак не получается и потом я уже вижу что там ну дьявол уже начал свою работу делать то есть это очень быстро проходит вроде бы и крещение приняли но началось уже процесс обратной и я уже в таком как бы в отчаянии братское очередное заканчивается у нас южку с баски каждый месяц братский ну Валентин так он такой зажигал братьев так слава богу все хорошо мы у него брали литературу там чтобы раздавать там ну в общем благословение так получали все а тут я подхожу к нему после братского очередной раз говорю Валентин я уже не раз говорил нам нужно ехать он так смотрит говорит у меня в навары надо ехать ну там на север дальше я говорю Валентин где ты живешь я пойду к тебе сейчас зачем ну я говорю буду у тебя жить и от тебя не уйду пока ты меня не благословишь пока ты со мной не поедешь потому что ну вижу что надо ему объяснить а там братья там то другое много дел и он как бы это самое и он так посмотрел на меня ну не допустил чтобы я к нему ушел жить говорит так когда мы собираемся в поездку ну когда ты скажешь все в понедельник мы едем по-моему в понедельник или во вторник там сказал все значит приходи туда на поезд все берем билеты и поехали откладывает полет на север вот поехали поехали мне понравилось когда мы сели в поезд первое что он сказал говорит я очень люблю с разными братьями совершать поездки почему с этим братом я научусь одного одному с другим я другому научусь и я как бы ну суммирую или собираю все плюсы от каждого брата я люблю с братьями сотрудничать вот эта мысль она она мне была так дорого и даже поучительно думаю надо искать братьев с которыми больше братьев с которыми надо сотрудничать и вот мы едем а так получилось что я у него больше научился едем сутки где-то до Канска на поезде и вот если не больше утром допустим мы проснулись он говорит давайте сейчас мы позавтракаем но позавтракаем как Библия и Слово Божье то есть прежде чем позавтракать прочитали помолились там люди неверующие пусть слушают все позавтракали теперь физически позавтракаем позавтракали ближе дело к обеду Валентин говорит давайте пообедаем опять же слово прочитали вот пообщались помолились по Слову Божьему все душу напитали дальше мне так всегда в жизни то есть завтрак обед и ужин а как же я плоть свою питаю и ужин так же и вот это хорошее такое ну мне было дорого а потом когда приехали туда малкосы к этим чувашам там действительно сложная обстановка была уже грех начал входить и смотрю Валентин вот так вот ходит руки назад и в одну сторону другую сторону по комнате ходит ходит и начинает говорить говорит как-то то есть получилось как тупик вот у этой семьи тупик все там уже там где-то грех где-то уже соблазн все туда-сюда и начинает говорить и такая мысль у вас произошла утрата веры то есть он как я понял ставит точный диагноз то есть это первое что он сделал поставил точный диагноз и потом дальше 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 и в общем-то оживил получается то что уже было близко к смерти вот очень очень так ну мне понравилось это хороший такой пример да потом мы расстались потом когда он умирал я пришел к нему и мы так попрощались до вечности Володя мамонтов мне понравился когда Валентин меня послал на север к нему гаминки я приехал ну с вечерей там и спрашиваю как у вас дела как жизнь у вас Володя говорит слава богу мы воспоминаем о страданиях христовых а я так думаю я же приехал с вечерей как они воспоминают о страданиях христовых неужели они там это Володя уже сам там сам по себе стал там вечерей преподать уже не рукоположенный вот ну просто благовестник а как вы воспоминаете страдания христовых ну так соберемся ну вечерями не преподаем вот братьев давно нету долго север мы вспомнили о страданиях христовых место священное писание прочитали ну как бы вместо вечерей вот так думаю слава богу как это хорошо в принципе и правильно нету братьев ну вспоминай потому что где-то мы на север приезжали вот делали дальше на север 16 тысяч километров 2 с половиной года некоторые миссионерские семьи ждали вечерей Володя Мамонтов это брат горячий благовестник он уверовал в тайге в якутской тайге находясь на метеорологической станции со своей второй женой Наташей слушал радиопередачи Ярла Николаевича Пести не знали верующих никого и у радиоприемника склонили колени и покаялись и потом они узнали верующих желание было найти нашли так познакомились с Ясной поляной мы с ними познакомились первая церковь которую он так скажем основал Бог через него это церковь Усинский там около 50 человек уверовало вторую это ну группочка это Костенкова у нас в Кемеровской области там может быть человек 5 уверовало если не больше третью это Куюмба это Эвенкия там человек 10 уверовало в Байките там может быть человек 15 и даже свой служитель у них есть Костя из местных людей и сейчас он еще в одном месте это Борисоглебск это Воронежская область и снова строит молитвенный дом Куюмбе тоже да и в этом Байките у них молитвенный дом есть то есть Бог его благословляет он такой как немножко на медведя похож такой весь оброшенный такой вот но горячий такой миссионер говорит я хочу сгореть на полях благовестия ему 70 наверное с лишним уже сейчас хвостиком вот но горит и хочет сгореть слава Богу что есть такие братья для меня они были большим примером девиз вашей жизни трудиться до конца своих дней для Господа никаких пенсий и войти в вечность вот так скажем ну с добрым багажом тех душ я вот понимаю так друзья что написано они вас встретят это 16 глава Евангелия от Луки примут вас в вечные обители кто они те которых вы друзья которые приобрели богатством неправедным все это не наше что бог нам дал и руки и ноги и деньги и и все машина и дом все это не наше и вот этим всем что мы имеем приобретать 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 мне порой кажется что я как окной я все строю 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 ну думаю еще бы построил штук 10 домов если бы только люди приходили через них вот ну так получается примерно каждый дом мне обходится в 100 тысяч не так дорого нахожу дешевые варианты молодежь не верит как бы что так получается я готов еще хоть сколько строить пока сил бог дает лишь бы приобретать этих друзей как они нас примут в вечные обители у меня всегда этот вопрос был на сердце как же они нас примут думаю бог же нас примет там в вечные обители почему они нас примут и однажды господь мне открыл как они нас примут у нас южкузбаски братские проходят каждый месяц и вот однажды я приезжаю очередной раз на южкузбаска захожу в фойе и смотрю стоят наши братья которые через братский дом уверовали в основном там те стоят я захожу о Феопен Захарович меня раз под руки взяли и можно сказать понесли в зал они меня приняли вот туда братья другие которые ну тоже братья хорошие да и служители там все ну они как бы ну братья да а эти братья эти братья ну не знаю как это объяснить они меня приняли в эти обители думаю и сразу у меня мысль такая а вот когда я предстану перед господом вечности кто меня там встретит господь встретит но эти братья меня в первую очередь наверное встретит наверное так чем народ божий сегодня может содействовать вашему благовестию думаю что молитвами это во первых когда человек молится есть у нас молитвенные группы вот в церкви левобережная там хорошо работает молитвенная группа в пятницу вечером они остаются на полночи там молятся у нас молитвенная группа она работает там брат руководит который тоже через братский дом пришел паша кокорин каждое воскресенье до собрания за час они собираются если я тоже бываю ну не всегда на их молитвенной группе когда есть возможность и если они молятся богу у них в сердце появляется бог и открывает какие-то возможности что можно делать как содействовать потому что это бог открывает и думаю во первых надо молиться за это служение и господи ты мне открой что мне делать и как мне поступать и бог открывает и будет открывать многие христиане говорят никто нас не нанял я не знаю что делать вы мне подскажите что делать а я не знаю ну и бывает таким христианам подсказывают что делать а они говорят о нет это я не могу ну давай вот это о это это я тоже не могу ну вот это да и у меня нету способностей а сами как бы не видят или ну от бога не выпрашивают что господь хочет вот именно вот этот пролом который говорил то есть где вот изъяны то во первых может быть что-то другие делают и тебе господь покажет что делать молиться и искать что господь тебе подскажет и господь подскажет обязательно чем ты можешь посодействовать вот мы по миссионерским семьям ездим один брат так мне ну братья поделились говорит я проповедую слово господнее день и ночь ему говорят как ты проповедуешь день и ночь ты вроде не проповедник да говорит я проповедую день и ночь у меня хорошая работа и я зарабатываю неплохо средства проповедовать я особо не умею но мне Бог открыл другой путь вот одного одну миссионерскую семью я содержу в Африке а другую в Америке пока там день эти спят пока там день те спят то есть этот проповедует днем потом тот проповедует днем получается день и ночь брат проповедует слава Богу что Бог открыл такой путь проповедует день и ночь моя жена она вот Леночка она и подстригает их они приходят туда подстригаться к ней и она вот что я сказал очень общительная это в жизни очень сильно пригодилось меня вот нету они приходят они просто приходят там пообщаться она общается с ними вот какие-то там вопросы какие она может она это а жена разделяет идейно вот то чем вы занимаетесь да не сразу она стала разделять ну в общем-то потом она поняла все это и вошла во вкус особенно тогда когда люди стали приходить к Богу любой христианин он войдет во вкус если он любит Бога просто не каждый понимает вот это именно служение вот с наркоманами или еще вот с осужденными потому что ну какой-то барьер разделяет я порядочный человек эти непорядочные и так дальше но который христианин если он любит Бога и он увидит что это производит то есть то что люди приходят любой христианин и присвятера бывает не всякий понимает но когда он увидит что это производит любой будет радоваться и еще в церкви это производит оживление когда братский дом кто-то из братьев сестры начинает заботиться приносить туда какие-то продукты одежду обувку там все о нашем братском доме заботятся тоже многие смотришь с одной церкви присылают с другой присылают не только там средства материальные но и какие-то вещи там это общее дело и получается так что затеяв это дело я занимаю духовной работой или вот по спасению людей ну определенное количество верующих братьев и сестер они рады бы потрудиться да никто не нанимал когда заходим вагон метро объявление осторожно двери закрываются нет ли у вас ощущения что в россии двери для благовестия закрываются нет то есть все еще время открытых дверей думаю да и свободы проповеди евангелия да и сибирь ждет добровольцев конечно аминь спасибо за время уделенное нашему интервью аминь Субтитры создавал DimaTorzok